если не бросаться на дешевую цену постеклить балкон именно так как вы мечтали любой каприз за ваши деньги здравствуйте я владимир кожушка и в этом видео я хочу поговорить про варианты остекления балконов видео будет очень интересное и будет оно полезное потому что вы немножко больше поймете в отношении того что вообще подразумевается по словам варианты первое самое главное на что я хочу обратить на то какой у вас балкон или какая лоджия почему-то мы все время говорим остекление балконов ну потому что наверное их больше и простонародье мы привыкли так говорить просто остекление балкона они могут быть разными это прямое что-то до прямая лоджии или это г-образные балкон или лоджия можно сказать у нас две стены есть или это открытое пространство когда у нас не по бокам никого нет ни соседей не стены ничего и это балкон все это влияет на комплектацию остекления балкона естественно стоимость тоже влияет если посмотреть на все трезво широко открытыми глазами то мы увидим что действительно все у всех по-разному может быть если выйти на свой балкон и посмотреть на соседский балкон или лучше выйти во двор когда на улице светло комфортно и посмотрите пожалуйста на все балконы которые есть на вашем доме и вы увидите что все балконы застеклены абсолютно по-разному где-то с выносом где-то с полу выносом где-то с выносом максимальным где-то от пола до потолка где-то срезан угол где-то он по прямой где-то все все по-разному где-то створки открывается в одном виде где-то в другом и так дальше все это относится к вариантам остекления мы рассматриваем такой вариант вот ваш дом вот ваш балкон или ваша лоджия и мы теперь на ваш балкон или на вашу лоджию натаскиваем варианты которые вам подходят если у вас денег много то конечно же варианта может быть множество если у вас денег немного то там вариант только номер один первое ориентируемся на стоимость и следующее высчитываем насколько у вас хватает денег в такой-то комплектации все очень просто максимум открывающих створ для того чтобы удобно было помыть или минимум открывание будет только поворотные или будет поворот надкидное что проветривать и так дальше толщина стеклопакета сам профиль какая фурнитура все это относится к вариантам остекления балкона ну а далее естественно мы смотрим а какие варианты еще могут быть но если присмотреться на соседний балкон то мы поймем что например можно сделать вынос немножко небольшой для того чтобы удобно было находиться на балконе можно было облокотиться на подоконник и комфортно себя чувствовать на этом балконе и для нового коджи и вот если так посмотреть то это тоже вариант можно вынос сделать вперед в сторону можно вынос сделать везде по всему кругу можно его сделать маленьким можно сделать его большим как говорится любой каприз за ваши деньги следующий вариант это например когда стекление делается от пола до потолка так называемые французские и некоторые его называют как будто бы фасадным хотя фасадной большей части относятся к новострою а если мы возьмем стандартные дома которые были построены 2000 годах или чуть позже или вообще старые то это уже стандартный может французское решение почему французское потому что как будто бы больше пространства франции как я понимаю по тем данным которые пишут википедии так дальше люди любили чтобы у них вот например дверь была максимально просторная и вот отсюда пошло что балконы тоже максимально просторно и французском остекление балконов тоже есть вариант когда остекление ставится чуть-чуть смещенное внутрь помещения или наоборот который устанавливается на край основание плиты там уже немножко другая история когда мы смещаем вовнутрь то парапет например может остаться с внешней стороны он практически не меняет облик то есть у нас просто появилась конструкция и в таком варианте можно установить например безрамное остекление холодные алюминиевые холодные пластиковые или даже деревянные без разницы единственный минус в этом варианте что у нас смещение вовнутрь но есть плюс не нужно это все облагораживать утеплять зашивать и так дальше но есть минус нужно ставить стекло внизу какой-нибудь бронебойные для того чтобы случайно коленом не разбить или головой там или ребенок чем-то чтобы не разбил то есть нужно тоже на это обратить внимание но и следующий вариант когда мы смещаем немножко на улицу для такого варианта остекления нужно изготовить металлокаркас чтобы конструкция стояла на самом краю если этого не сделать то получается ее физически не на что крепить в край бетона закрепить очень сложно а какие-то там с хлипкие пластины это не выдержит рекомендации обратить внимание на то что это как дополнение будет к варианту остекления когда рассматривается решение остекление балкона от пола до потолка вид французский и так далее и много много вариантов решений есть для того чтобы остеклить балкон именно так как вам хочется так как вы мечтали и насколько у вас хватит денег это самое главное самое важно если вы трезво смотреть на всю эту историю если прислушиваться если присматриваться если не бросаться на дешевую цену то в целом можно получить красивый балкон или лоджию который будет служить многие годы надеюсь что это видео было полезно благодарю вас за просмотр пока